Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ТУА24, в студии Айдаш Сая и сегодня в выпуске. В ТУВе по инициативе главы республики Владислава Хавалыга активно идет строительство топливных складов. Сегодня 235 выпускников сдали основной государственный экзамен по четырем предметам. В муниципальном предприятии благоустройства 29 мая началась реализация рассады овощных и цветочных культур. Подростки республики от 14 до 18 лет могут трудоустроиться на время летних каникул. В текущем году в ТУВе будут отремонтированы дорожные объекты в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В нормативное состояние будут переведены участки региональных городских автодорог. Также в районах республики идут аварийно-восстановительные работы на мостах. На данный момент идут активные работы на автодороге Кызыл-Сарик-Сеп. Над строительством автомобильной дороги работают 52 человека и 15 единиц техники – самосвалы, экскаваторы, грайдеры и другие. На сегодняшний день ведется устройство земляного полотна – выборка пучинистого слабого грунта. Протяженность ремонтных работ этой дороги составляет 2,5 километра. Добавочно отремонтируют еще 4. Сроки поставлены до конца октября, но работники планируют завершить раньше срока. В этом году мы все это планируем. В текущем году у нас, конечно же, весна была более затянутая, но большую часть ремонтной кампании, запланированной в текущем году, мы начали в апреле текущего месяца. И даже удалось в некоторых участках дорог уложить нижние слои асфальтобетона. Кроме региональной автодороги, специалисты выполняют аварийно-восстановительные работы на мостах в составе Траст и мост через реку Дерзик. Он был построен еще 11 лет назад, но из-за пиломатериалов мягкой породы, соответственно, за все эти годы мост стал непригодным. Мы начали работать с первого, где-то с начала апреля. До этого заготовка была, значит, материала, деревоматериала, особенно на балки. На балки, там где-то 12-метровые, толстые мы делали, заготовили все, приготовили, привезли. Ну а уже с апреля начали работать. Разбирали по пролетам, так называемым пролетам. Вот пролет сделаем, дальше пролет сделаем, дальше. Но все-таки прохождению паводка вот успели сделать. Протяженность моста составляет 75 метров. На сегодняшний день идет последняя стадия – установка пешеходной дорожки, а также перил. Работу планируют завершить уже на следующей неделе. На строительство дорог и мостов Тувей с федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» направлено более 1 миллиарда рублей. Также дорожные ремонты планируются на дорогах Сугаксы-Алданмадр. Кроме того, в порядок приведут два отрезка региональной автодороги Кызыл-Эрзинг – госграница с Монголией. Инна Клаян, Чайхан Данга, Кайдана Сэнданма, телеканал Тува-24. 29-30 мая представители Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельхозкооперативов «Агроконтроль» провели обучающий семинар для руководителей районных сельхозуправлений и сельхозкооперативов Тувы. Тема продолжит наш корреспондент. «Агроконтроль» – российское общество, которое оказывает сельхозпроизводителям методическую помощь. К Туву его представители приезжают в третий раз. Цель проведенного ими семинара – распространение знаний о сельхозкооперации, а задача – помочь сельхозпроизводителям общими усилиями избавиться от излишнего диктата других участников рынка и повысить рентабельность производства. И цель нашего сегодняшнего общения – это разобрать с сельхозпроизводителями, для чего придуманы сельскохозяйственные потребительские кооперативы, для чего они не могут служить, как кооператив устроен изнутри, на какие жертвы должен пойти сельскохозяйственный товаропроизводитель, чтобы кооператив в принципе состоялся, как управлять кооперативом, как оценить, есть ли от него выгода, как не ошибиться в выборе системы налогообложения и многие другие подробности. Также представители агроконтроля выступили сообщениями по основам законодательства, бухгалтерского учета, господдержки сельхозкооперативов, вопросам налогообложения, организации сельского туризма, а также рассказали о типичных нарушениях грантополучателей и судебной практики. Здесь присутствуют представители муниципальных образований, то есть начальник управления сельскохозяйств, где они могут тоже своим каприем передать эту информацию, а также мы, то есть в нашем центре компетенции, в сервисе сельскохозяйственной кооперативы, мы тоже организовываем выезды, то есть в муниципальном образовании. У нас в плане выезда муниципального образования в июне, то есть будем тоже собирать сельхозпроизводитель и объяснять им про кооперативы, то есть основу деятельности кооперативов. Весь мир прошел определенный путь. Для того, чтобы вместе приобретать ресурсы и организовывать общий сбыт, малые сельхозтоваропроизводители создают кооперативы. Эта дорога неоднократно описана, опробирована, но проходится она тяжело. И как любой технологии, этому тоже надо учить, убеждены организаторы семинара. С прошлого года по инициативе главы Тувы Владислава Хавалыга в районах республики заработали угольные склады. В этом году продолжается начатая работа по развитию сети угольных складов. Как сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона, на прошлой неделе стартовали работы на строительстве топливного склада в селе Сугаксы Светкольского района, а также началась реконструкция складов в Саргсепе и Туране. Сегодня там идет монтаж ограждения. Заключено более двух десятков договоров на поставку строительных материалов, выполнение работ, монтаж систем видеонаблюдения, а также поставку и монтаж весового оборудования на общую сумму более 13 миллионов рублей. Также по поручению главы Тувы Владислава Хавалыга в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства была разработана дорожная карта по организации доставки твердого топлива в социальные учреждения и населению региона. Ожидается, что в регионе будет сформирована централизованная система обеспечения углем, домохозяйств, вечным отоплением. Благодаря которой удастся предотвратить необоснованный рост цен на твердое топливо. По всей стране, в том числе и в Туве, стартовали государственные экзамены. Сегодня выпускники девятых классов школы номер один в столице республики сдали основной государственный экзамен по четырем предметам. Какие предметы и почему именно их чаще выбирают выпускники, расскажет Инна Клоян. Повторить формулы, правила и азы по предмету – вот основные цели выпускников девятых классов. А самое главное – иметь хорошее настроение и не поддаваться панике. В этом году условия сдачи ОГЭ не отличаются от предыдущих лет, но чувствуется некое волнение среди учащихся, ведь экзамен они сдают в незнакомой школе. Чтобы занять места за партой, экзаменуемым предстоит пройти сразу два контроля – проверку состояния здоровья и поиск запрещенных гаджетов и других предметов с помощью металлоискателя. Пустые карманы, вода и шоколад без обертки. При входе все до мелочей тщательно рассматривают. В школе номер один города Кызыла ОГЭ сдают 235 выпускников девятых классов по четырем предметам – химия, география, общество знаний, информатика. Тана Титол выбрала химию, так как этот предмет нужен ей для будущей профессии. Я сдаю экзамен по химии, я готовлюсь уже с сентября, я очень сильно волнуюсь. Мне кажется, все будет нормально, и хочу всем пожелать удачи, и чтобы не волновались. У нас все получится. Готовились хорошо, подготовлены, щития хорошие, точнее. Немножко волнуемся, конечно, но все равно. Готовились мы каждый день на консультации, дома еще пробники решали. Сегодня, думаю, пройдет все хорошо. Немножко есть волнение, но думаю, напишу хорошо. Удачи пожелать, чтобы не волновались сильно. Перед экзаменом ученикам проводят инструктаж. Первый начинается ровно в 9.50, а в 10 часов начинают распечатывать экзаменационные материалы. Далее проводится второй этап наставлений. Во время инструктажа каждая аудиторная рассказывает детям правила проведения экзамена. Как себя вести, что можно делать, чего нельзя делать. Ну и вообще поддерживает каждого ребенка. Мы пытаемся каждого ребенка поддержать, чтобы была атмосфера уютная, хорошая, чтобы дети не волновались и хорошо сдали экзамен. Наша основная задача, чтобы дети сдали, написали экзамен на положительные оценки. Дети распределены по всем 15 аудиториям так, чтобы в них было не более 17 человек. В экзамен включены задания разной сложности. На их решение отводится 2,5 и 3 часа. Чтобы не допустить нарушения, в каждом кабинете сидят по два организатора. А при желании к ним может присоединиться еще и общественный наблюдатель. Для чистоты сдачи экзаменов во всех аудиториях установлены видеокамеры. Поэтому списать не получится. У нас задействованы сегодня и общественные наблюдатели. Кроме этого присутствует полиция, присутствуют медицинские работники. Для того, чтобы весь экзамен прошел без каких-либо неприятных случаев, чтобы была обеспечена безопасность учащихся. Нами выработан четкий алгоритм прохождения по пункту. То есть сначала ребята раздеваются в гардеробах, оставляют свои личные вещи. Затем по коридору прямо проходят на место регистрации. Регистрация будет проходить по предметам. И затем коридорные сопровождающие их провожают в аудитории, где их встречает уже аудиторный. После сдачи экзамена выпускникам придется еще некоторое время поволноваться, так как результаты станут известны 15 июня. Инна Клаян, Шалбан Магуш, Айдана Садданма, телеканал ТУВА-24. Своеобразным пробником взрослой жизни для многих подростков становится летняя подработка. Компании и организации могут принимать на работу несовершеннолетних, но с учетом ряда особенностей, установленных трудовым законодательством. Вопрос временного трудоустройства несовершеннолетних на время летних каникул сегодня обсудили в региональном министерстве образования. Также было подписано двустороннее соглашение. Все подробности далее. По закону дети от 14 до 18 лет могут работать только в свободное от учебы время. И работа не должна вредить здоровью и нравственности. Например, запрещено поднимать тяжести, трудиться под землей, на химическом производстве и в казино. Можно, например, раздавать листовки, работать курьером или расклеивать объявления. С 14 лет ребята имеют право в рамках законодательства трудиться не более 4 часов и за это получать определенную сумму. И по линии центра занятости населения эта форма поддерживается еще и в рамках софинансирования того небольшого денежного вознаграждения для ребят. Вопросы временного трудоустройства несовершеннолетних на время летних каникул обсудили представители министерства образования, министерства труда, столичного центра занятости населения, а также заинтересованных организаций. Они определили виды деятельности, в которых могут быть задействованы молодые люди до 18 лет, а также другие вопросы – это оформление трудового договора, продолжительность рабочего дня, отпуск и так далее. Уровень муниципалитета, вот эта душно-гавременная занятость несовершеннолетних в летний период, она предоставляется муниципальному унитарному предприятию благоустройства. Здесь выделяется квота с финансированием на 50 мест. То есть в первую смену это 25 мест, и на вторую смену тоже 25 мест предоставляется. Также с софинансированием из центра занятости населения. Трудовая деятельность, она заключается в озеленении города, это посадка, полив и дальше обработка вот этих саженцев, цветов на территории города. Детей в возрасте от 14 до 18 лет в целом по России редко кто воспринимает как реальную рабочую силу. Но некоторые школьники сами стремятся заработать. Они ищут сведения в интернете, на форумах или в офлайне, а также приходят в центры занятости населения. Спектр официальных вакансий для таких работников не широкий. По городу Козелу дети самостоятельно даже приходят к нам, обращаются, хотят зарабатывать деньги. Но очень мало сфер, где бы можно задействовать детей, использовать их труд. Это начиная благостройство и кончая участие в зрительных мероприятиях. Это аниматоры, артисты могут работать в летнее время. В преддверии школьных каникул центры занятости уже начали ежегодную программу по трудоустройству школьников на лето. На работу учащиеся устраиваются по договору о совместной деятельности заключенному между работодателем и центром занятости населения. Если школьник найдет работу таким способом, он будет получать не только зарплату, но и материальную доплату от центра занятости. У нас имеются средства на каждого ребенка. Мы стабильно будем выплачивать, софинансировать труд детей, если работодатель примет на себя обязательство выплачивать мрот соразмерно отработанным дням и часам на каждого несовершеннолетнего. И мы готовы софинансировать труд этого ребенка. Итогом встречи стало подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве между Министерством образования ТУВ и столичным центром занятости населения. Стороны обязуются проводить комплекс мероприятий по организации работы по подбору работников из числа граждан Кызыла для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест, заявленных в органы службы занятости населения, в том числе и временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. В муниципальном предприятии благоустройства 29 мая началась реализация рассады овощных и цветочных культур. С работниками теплицы пообщалась наша съемочная группа. Муниципальное предприятие благоустройства располагает пятью теплицами по 100 квадратных метров каждая. За красками цветущего мерка нелегкий труд работниц комплекса. Теплица живет круглогодично, но весна – пора особенная. В марте здесь цвели тюльпаны, а с 29 мая началась реализация рассады овощных и цветочных декоративных культур. Посмотрите, у нас какая красота. Всех приглашаем. Каждый год у нас приобретают и с районов переезжают, даже и с самых отдаленных. У нас работа начинается с 8 часов утра и до 17 часов. Перерыв у нас с 12 до часу. Рассчитаться можно и наличными, и по безналичному расчету. За посадками ухаживают опытные специалисты. Лариса Алексеевна Аюн знает здесь каждый уголок. Начала простой рабочей, потом стала мастером тепличного комплекса. В детстве я хотела стать педагогом, я им стала. Но отработав 8 лет, меня пригласили сюда. Лет 10 отработала на рабочей, и теперь уже 20 лет почти работаю мастером тепличного комплекса. Ассортимент предлагаемой рассады овощей и цветов привычен для опытного огородника. Это томаты различных сортов, баклажаны, перец, а также 13 видов декоративных цветочных культур, проверенных годами и погодными условиями. А прескурант у нас, все, что у нас в стаканчиках, это 58 рублей, все, что на выкоп, 33 рубля. В основном в стаканчиках это петунья, катарантус, виола, львиный зев, а остальное все на выкоп. Более подробную информацию об ассортименте реализуемой рассады и прескуранту цен можно найти на страничке МУП «Благоустройство» во Вконтакте. Сегодня от руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова коллективом управления региональной налоговой службы и казначейства по республике вручили благодарственные письма. Слово Чинчик Ашпеков. Два учреждения ТУВЫ были удостоены благодарственных письм от руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова. Это управление федеральных налоговой службы и казначейства ТУВЫ. Уважаемые сотрудники Федеральной налоговой службы по республике ТУВЫ, вы с первых дней помогаете нашим бойцам, но главное, вы всегда приобретаете то, что нужно. Вот сейчас я услышала ваше выступление, пришла к выводу, что действительно, когда изучив запрос наших ребят, просьбу, это очень здорово. Во-первых, вы самые востребованные вещи отправили. Силами сотрудников Управления Федеральной налоговой службы ТУВЫ было собрано свыше 1 миллиона рублей. На эти деньги куплены продукты питания, предметы первой необходимости, спецтехника и многое другое. С прошлого года, с марта, мы уже оказываем гуманитарную помощь нашим бойцам на СВО. И общая сумма гуманитарной помощи в денежном эквиваленте составила 1 миллион 16 тысяч рублей. Все наши сотрудники имеют представление, куда эти деньги, кому эта помощь предназначена. И это сделано, на самом деле, от чистого сердца. И не было такого, чтобы кто-то отказался. Организации отмечены за большой личный вклад в поддержку гуманитарной миссии, направленной на оказание помощи пострадавшим от военных действий жителям и социальным организациям Донбасса, восстановление Донецкой и Луганской народных республик, а также участникам специальной военной операции. Из реального назначейства готовится документальный художественный альбонах под названием «Великая Отечественная 2.0». В этом альбонахе будут собраны рассказы и материалы со всех регионов, которые будут, наверное, содержать, так скажем, такие героические подвиги. Поэтому наше управление в числе первых уже направили свой материал. Напомним, жители трудовые коллективы Тувы постоянно отправляют гуманитарную помощь на передовую. Отмечается, что республика передала больше всех машин участникам спецоперации в рамках акции «Автопоезд» из регионов Сибири. О проведении акции в республике было объявлено на расширенном заседании членов регионального единого штаба по оказанию помощи участникам СВО и их семьям под председательством главы региона Владислава Хавалыга. В преддверии Дня защиты детей сегодня в Театре юного зрителя показали театрализованное представление «Муха-Цокотуха». Спектакль состоится и 1 июня. Эта дата считается днем создания образцового тюза, который в этом году отметит свой 59-й день рождения. На спектакли побывала и наша съемочная группа. Детская сказка в стихах писателя Корнея Чковского «Муха-Цокотуха» актерами Театра юного зрителя представлена в жанре детской оперы, где есть место и для импровизации, но при этом основная сюжетная линия сохранена. Конечно, хотелось к празднику 1 июня что-нибудь такое радостное, в то же время веселое и яркое. И долго думали, и все-таки пришли к выводу, что сделаем-ка мы оперу. Но она будет, опера, это просто как бы играем в оперу. И вот эта игра для детей – это просто фантазия. И так мы вот этот вот жанр выбрали, и у нас очень даже неплохо получается, потому что дети походу даже сами сочиняют. Вот сейчас вы увидели, какая была импровизация, мы даже сами смеялись. Это такой опять-таки жанр, где нужно обязательно актеру и танцевать, и петь. Вы заметили, что дети поют, танцуют, и причем с удовольствием. Это их атмосфера, это их энергия, и поэтому попадение, мне кажется, удачное. Театр юного зрителя создан в 1964 году. Всего через несколько дней коллектив отметит 59-й день рождения. Примечательно, что дата его основания считается 1 июня. Следующий театральный сезон обещает быть насыщенным, впрочем, как и всегда. Тюз – это уникальное место, где культурная, творческая жизнь кипит круглый год. Следующий театральный сезон, сейчас-то заканчивается 59-й сезон. Следующий театральный сезон у нас идет подготовка к 60-летию. Это очень большая для нас дата. Вот нынче, сейчас вы увидите, к нам присоединился такая студия танца «Аврора». И вот они нам сегодня помогут, когда совмещаются творческие коллективы, что-то получается большим полотном. Ко мне приходят и потом уже уходят в 11-м классе. И мы всегда с такой болью провожаем их, потому что вот вы сейчас заметили, у меня композитор, который играет «Ачур» манных, он в 11-м классе экзамены сдал, прибежал. Сказка «Муха-Цокотуха» учит детей бороться со злом, быть решительными и смелыми, даже если враг гораздо сильнее и коварнее. Кроме того, учит правильно выбирать себе друзей. Ведь настоящий друг никогда не спрячется, а всегда придет на помощь. Одну из ролей исполняет Алексей Халагаев. «Маэстро». «Ме нравится тюз тем, что здесь очень интересно, здесь играют роли. Вообще мне нравится театр, тем, что здесь необычно, люди переодеваются, утворяются кем-то еще. Это мое слабое место. У меня за эти 5-4 лет было довольно много ролей. Ангерол, повесть о светлом мальчике. Новый год, я 6 дней подряд играл зайчика. Там играл, пел маленького принца. Хочу стать актером. Большого театра. В спектакле задействованы более 20 ребят разных возрастов. Я играю муху, мне очень нравится здесь. Я люблю петь. Я играю муравья, я хожу в тюз три года. Почему я люблю тюз? Потому что там очень интересно играть. Я бывал еще в роли буратино, зайчика и муравья. Я играл в мухи-цокотухи в роли паука. Мухи-цокотухи, пауки злые. Нападают на насекомых и они попадают в плен. Я комар. Спасал насекомых от пауков. Я играла главной бабочкой. Я хожу в год один год. В прошлом году начала только ходить. И мне нравится ходить в тюз, потому что мне нравится актерское мастерство. Играю я в спектакль «Пчелка». Это мой первый спектакль. Но хожу при этом я уже год, всего год. Заниматься мне в тюзе очень нравится. Потому что это как раз таки то, к чему меня тянуло все детство. И вот только в 10 классе я поняла, что нужно прийти сюда. Я узнала об этом только в 10 классе. Что есть такой тюз, и я решила, что нужно попробовать себя в такой сфере. Следующий показ театрализованного представления «Муха Цокотуха» состоится 1 июня в 14 часов. Айраса, Владимир Суртуев, Казама Точур, телеканал ТУВА24. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова